как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии и в эфире вин вин зум номер двести пятьдесят один тема сегодня паспортизация айпи активов или как защитить интеллектуальные права для инвестиций спикер геннадий фокин сопредседатель консорциума ipm ipm 2020.org vk.com club ipm геннадий добрый день здравствуйте геннадий ну вы пишете что декларировать кота в мешке проблемно для инвестиций нужны правоподтверждающие документы и страхование рисков очень мне понравился кот мешке но бывает так что внутри этого мешка очень много всего полезного как его продать отлично вот то что сегодня еще из себя сегодня представляет рынок интеллектуальной собственности это есть кот в мешке простой причине используются патенты но патент краткосрочный неликвидный актив по сути патент делается на этапе окор до прибыли серийного производства он просто не доживает но отсюда так сказать интерес к нему минимальный с точки зрения авторского смежного права технологии ноу-хау это все к авторскому праву но государство авторским правом не занимается заниматься не может в принципе ну например есть федеральный закон о арбитражных судах в российской федерации там четко прописаны функции суда по интеллектуальным правам так вот там дословно написано что он не занимается авторским и смежным правом как в переводе на русский язык это звучит суд может заниматься признанием принадлежности прав но не самих прав а для того чтоб рынок интеллектуальной собственности начался нужны нужны права подтверждающие документы я пока не говорю какие они просто нужны ибо инвестировать кота в мешке никто не будет а деньги на создание интеллектуальных активов а это имущественный капитал имущественный капитал прав на инновации тратится непомерные ну поэтому нужны документы вот я вам в принципе обрисовал ситуацию еще мне понравились ваши выражения хотелки и хачушки то есть кто-то что-то умное очень придумал в мешке лежит и он чего-то хочет видимо да нет итоге оказывается у разбитого корыта а у разбитого корыта оказывается под хотелками и хачушками понимается это то как на сегодня на рынке предлагаются услуги мы вам поможем вы будете баратами вы будете использовать интеллектуальную собственность и по сути вот эти утверждения ничем не подтверждены дальше вступает искать автор изобретатель инноватор там конструктор неважно кто и у него все дальше трансформируется в хотелки хачушки я хочу дивидендов я хочу выгоды я хочу прибыли но опять без правоподтверждающих документов все чепуха это конфликт трудовых отношений это отсутствие стабильности трудовых коллективов это отсутствие инновационной экономики инновационного предпринимательства и прочее 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 как как мне рассказывали мои герои которые как раз занимаются вот разными конкурсами в том числе государственные умники так далее многие изобретатели слишком много хотят на начальном этапе до этапа коммерциализации ничего еще не известно еще не окор не прошел они много хотят в итоге ничего у них и нет ноль остался нулю они вам они вам открывают совершенно другую ситуацию пытаются раскрыть совершенно другую ситуацию приходит умник или умница к изобретателю вот завтра у тебя с другой стороны но ты для меня должен раскрыть суть и вообще рассказать на какой полке лежат деньги чтобы я дальше эти деньги помог тебе достать и с тобой или вместе мы там как-то их разделим а изобретатель он очень простой будет прежде чем я тебя познакомлю с своими новациями давай сначала оплати результаты моей интеллектуальной деятельности да они хотят проценты они суммы они проценты хотят них проценты это от прибыли дело в том что до сегодняшний день даже договор никто толком написать не может используют типовые договоры юридических баз данных гарант консультант консультантом чуть плюс вот договор подряд вместо договора авторского заказа используют договор подряда при этом никаких прав не появляется вот естественно конфликт интересов между скажем так автором или изобретателем без разницы я привык его называть автором в любом случае и тем кто пытается коммерциализовать его интеллектуальные собственности интеллектуальный актив он огромен если бы автор изобретатель знал как это делать коммерциализовывать он был сам справился а если тот ему предлагает свою помощь коммерциализации знал бы тоже такие необходимые документы как нужно реализовывать коммерциализовывать интеллектуальные собственно хотя бы хотя бы договора знал правильно то ему и грубо изобретатель и автор был бы не нужен вот эти две стороны никак не сойдутся да получается нет они сойдутся они сойдутся мы например кто им или обучаем вот вы обратили внимание что у нас много различных семинаров консультаций круглых столов конференции вот одна будет по признанию местных прав как раз ежемесячно по признанию интеллектуальных прав будет 22 28 числа этого месяца мы учим и авторов изобретателей как их гениальность закреплять за ними результаты гениальности закреплять за ними так и инвесторов их тоже как грубо говоря не терять свою долю прибыли ну и помощников консультантов что конкретно советовать авторам изобретателей все парадоксальная ситуация консультанты замучили предложениями все предложения абсолютно противоречивы если им следовать обязательно будут очень неприятные административные налоговые уголовные правонарушения у вас на сайте стандарты практика ip-менеджмента то есть intellectual property интеллектуальной собственности до управления ею да признание прав на инновации аутсорсинг ip-менеджмента методическое обеспечение паспортизация айпи активов получается вот все эти один два три четыре пять пунктов это вот дорожная карта того что вы делаете да вот помогаете вы примерно говорите вы хотите мне задать вопрос а является ли так сказать исчерпывающим тот спектр помощи который сегодня оказывается и автором и инвестором и консультантом нет не является дело в том что по жизни приходится шаре от вот этот спектр как вы их называете услуг на самом деле сервисов И это разные вещи. Это этапы одного пути или это разной степени, да, можно как бы вглубь уходить все? Вглубь уходить, как вы назвали, это дорожная карта. Кто-то говорит к коммунизму, кто-то говорит к счастью. А кто-то говорит к личной выгоде и благоденствию, например, страны. Мы сегодня говорим про паспортизацию. То есть человек должен получить окончательную бумажку, помните, как в собачьем сердце. Не бывает, не бывает. Моя практика подсказывает, что даже в судах, имея так называемую окончательную бумажку, никто не может правильно ее прочитать. И в процессе подготовки, если лист неправильно составлен, или дальше аргументируют неправильно, и не могут прочитать, о чем написано в документе, это совершенно, так сказать, бессмысленное дело. Дело в том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сначала они должны научиться думать, потом говорить, потом писать, потом защищать свои интересы сами. Но если дело очень сложное, нужны, так сказать, дополнительные силы, ну, не знаю, консультанты, представители в суде или представители перед инвестором, пожалуйста, они приходят, так сказать, в IPM, получают и консультации этих инвесторов. Вот у вас написано «аутсорсинг». Скажите, пожалуйста, как вы понимаете слово «аутсорсинг»? Ну, у меня выступало много бухгалтеров, которые вот, чтобы не нанимать свой бухгалтеров компании. Которые занимаются так называемым аутсорсингом, но занимаются в противоречии с правовой нормой Российской Федерации. Дело в том, что по аутсорсингам у нас почему-то понимается это оказывание услуг. Аутсорсинг – это статья 264 налогового кодекса, пункт 1, пункт 19. Предоставление персонала для выполнения функций предприятия – это совершенно другая вещь. Услуги здесь оказывать бессмысленно, услуги для другого предназначены. Аутсорсинг, ну вот для того, чтобы начинающее предприятие или солидное предприятие, хоть госкорпорация, начала дальше из этого извлекать не обязательно деньги, хоть какие-то выгоды, так сказать, и приносило это какую-то пользу, необходимо очень много документации внутри. Необходимо очень много, скажем так, реакции на внешние раздражители и случайные ситуации, которые в жизни постоянно происходят. То есть что, нужен свой постоянный сотрудник в штате? Если вы приглашаете кого-то, если в штате, в штате невозможно иметь, уверяю вас, невозможно иметь, у нас специалисты заточены на патентоведов, но патентовед не специалист по интеллектуальной собственности. Приглашать со стороны, как вы говорите, бухгалтера и рассказать, нет, не опасно, бесполезно просто, опасность тут нет никакой. Вот когда много бухгалтеров, у них всех противоречивые мнения, и дальше их результаты несовместимы. Тогда что делать? А вот дальше аутсорсинг, заключить договор, по которому некий, например, центр компетенции IPM, он берет на себя вот этот самый менеджмент управления интеллектуальной собственностью предприятия. Ну, например, в виде создания совместных интеллектуальных активов. Например, здесь слева от меня интеллектуальный ресурс, а справа от меня, скажем так, правоподтверждающие документы. Вот они должны срастись. Центр компетенции может помочь в оформлении необходимой документации, но это не будет услугой. Это же опять будет выполнение функций самого предприятия. И вот как пример могу привести, существует такое понятие «система менеджмента качества». Вы слышали про него? Да, даже были интервью у меня. Ну, я знаете, я задам вопрос и все забываю. Каждый день новый герой. Нет, я не про это хочу сказать. Я хочу сказать, что существует понятие, существуют функции системы менеджмента качества. Вот система аутсорсинг – это и есть система менеджмента качества корпоративных внутренних интеллектуальных активов. Просто выполняет арендованный специалист, аренда специалист. Он не входит в трудовые отношения, но он арендуется. Вот есть такое понятие «аренда». Он арендуется. У кого? У центра компетенции IPM. На сегодняшний день в IPM три центра компетенции. Они охватывают от оборонно-промышленного комплекса до, я не знаю, международных отношений. Напомните к нам или тем, кто не знал, типа меня, слово «знаю», что значит, не знаю, специально не посмотрел. Но мне хотелось, чтобы вы объяснили, что такое консорциум. Консорциум, объединение. Вот на сегодняшний день IPM – это аббревиатура. По ним скрывается, с одной стороны, профессиональные сообщества в четырех юрисдикциях. А с другой стороны, это сообщество, в том числе, является организацией, международной организацией по стандартизации. И все свои наработки, достижения и так далее стандартизуют и предоставляют для публичного использования. Есть одна неприятность. Вот есть стандарт IPM.1.001-2020. По сути, это некий, так сказать, кубик Рубика, в котором все есть. Это стандарт международный какой-то, да? Да, да, да. Но там четырех юрисдикциях действующих. А так, в принципе, просенится к ним кто угодно. Вот IPM и формируется путем присоединения к некой декларации. А почему вы еще дописываете ВТО, Всемирная торговая организация, по ее стандартам? А дело в том, что с некоторых пор, я понял вас, извините, что я вас перебиваю, ваши вопросы. С некоторых пор мы пришли к выводу, что нужна международная кооперация, она может состояться только в формате новой Всемирной торговой организации интеллектуальных активов. Старая ВТО постепенно умирает по ряду причин. И международная ситуация, и самые принципы не годятся. И ВТО-то строится на межправительственных соглашениях, вообще существующих ВТО, на межправительственных соглашениях. А вот если, так сказать, на основе стандартов, на основе обычаев делового оборота, то это совершенно другая вещь. И там главным становится не продукт, не конечная железка и сборка, а интеллектуальные активы, права, например, на технологии, на основании которых изготавливается это самое железо и эта самая сборка. И если вот к этим стандартам, основе присоединяются кто-то в другую юрисдикцию, он тоже становится полноправным членом. Я про этот стандарт хотел вот что сказать. Вы немножко меня перебили. У нас уже осталось несколько минут. А там указаны авторы. Стандарт в публичном доступе. Кто его просто так использует для своих целей, нарушает интеллектуальные права, ибо стандарт охраняется авторским правом. А кто присоединяется, тот, так сказать, безвозмездно использует это без всяких правонарушений. Все. В нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса» Геннадий сформулирует нашу тему сегодня еще раз коротко, просто ясно, четко. Зачем нужна паспортизация IP, intellectual property, интеллектуальной собственности, когда ты хочешь привлекать инвестиции? Для того, чтобы не продавать на рынке кота в мешке. Как пример, посещаешь софтверную выставку, спрашиваешь, что продаете? Коробку, продукт и так далее. Но софтверный рынок, это стопоцентный рынок прав. Никто в предмете договора не пишет про права. Если кто-то вдруг кому-то посоветует, написали что-то про права, там нет никаких документов. Например, в лицензии на программное обеспечение. По сути, все сделки фиктивные и ничтожные. Вот суть работы. Избавиться от фиктивности, ничтожности и, например, налоговых правонарушений, а вместо них получить налоговые льготы. И заканчивая наше уже интервью, можете пригласить на ближайшие мастер-классы. Они у вас называются вебинары или как это все у вас? У нас IPM «Телемост» состоится 28 числа этого месяца. 2 декабря состоится первая IPM-конференция. Все свои мероприятия мы анонсируем или на сайте IPM, или на сайте точка кипения оси Москва. Можно зайти, найти эти мероприятия, прочитать, о чем там идет речь, зарегистрироваться. Потому что все трансляции идут через точку кипения. К описанию подкаста я укажу ссылку на мероприятие 2 декабря, которое называется «Экономика новых возможностей и паспортизация IP-активов». Я вам бы рекомендовал и первое мероприятие захватить. Это которое в конце октября, да? Да, потому что там именно основа признания интеллектуальных прав. Без этого ничего не будет. Статья 12.26 Гражданского кодекса. С нами сегодня был Геннадий Фокин, сопредседатель консорциума IPM, IPM2020.org. Наша тема «Паспортизация IP-активов» или «Как защитить интеллектуальные права для инвестиций». Геннадий, спасибо и удачи вам. Вам спасибо и вам успехов всем. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова